Всем привет! У себя на канале я периодически стараюсь рассказывать про какие-то темы, где применим Computer Vision и, соответственно, давать некоторые вводные, на что смотреть в первую очередь в этой теме, какие вещи для Computer Vision критичны, на какие обращать внимание. Ну, вообще, такое краткое введение в какую-то тему. Это я там и про номера делал, и про какие-то OCR-ы. Вот. И вот это видео одно такое же будет, я надеюсь, но тут я, соответственно, хочу так немножко ввести в Computer Vision для спутниковых снимков. Собственно, когда снимают Землю со спутника, и что-то нужно по такому снимку распознать. Я сразу несколько таких моментов отметить. У нас были задачки по таким тематикам, то есть мы делали решения, они, в принципе, вроде впроди, крутятся, поэтому, ну, наверное, рабочие вещи сделали. Но при этом я не скажу, что я эксперт по сравнению с кучей-кучей других задач. Этих задач у нас было достаточно мало, и если меня смотрит кто-то, кто вот этим с утра до вечера занимается, я надеюсь, что они напишут обстоятельных комментариев и поправят, если я где-то накосячу. Вот, ну, я хочу такие базовые некоторые представления дать. Вот попалась вам задачка со словами «найдите мне тут на этих картинках», что мне нужно, чтобы со спутника всех автомобилей распознавило, и куда, что и как смотреть. Вот. А для начала надо начать, конечно, такие вещи с самых базовых основ. А самой базовой основой, на мой взгляд, тут являются две вещи. Первая основа — откуда брать данные, вторая основа — как их размечать. Ну, и дальше мы уж пойдем по алгоритмам немножко пройдемся там, к верхнему уровню. Давайте сначала про то, соответственно, откуда брать данные. Есть несколько типов изображений, которые вообще существуют. Я сейчас не буду давать там подробно ссылки на все каталоги, на еще что-то, еще что-то. Я так, опять же, хочу верхний уровень по всему этому рынку пройтись. Во-первых, существуют данные, которые можно купить. Очевидно. Во-вторых, существуют данные, которые можно качать бесплатно. Обычно данные, которые можно купить, отличаются тем, что они появляются более-менее регулярно. Они появляются, то есть, в реальном времени, они более предсказуемы. Ну, и, соответственно, из действующих спутников. Данные, которые можно скачать бесплатно, обычно они отличаются тем, что, ну, там, был какой-то спутник, там, 10 лет назад летал, вот, выложили его архив. Может быть, плохо структурированный. Вот, соответственно, там какие-то исследовательские снимки произошли, там, сделаны были где-то и выложили еще несколько картинок. Вот. Но там о регулярности в целом можно забить, как и о некоторых других вещах. При этом понятно, что, в целом, для коммерческих продуктов, скорее, они строятся на базе как раз того, что платные снимки. А на базе вот таких штук открытых часто строятся какие-то ресерческие продукты. Что касается цены. Мы пользовались, честно говоря, вот только Сентенеллом на практике. Ну, Сентенелл Хаб там. И это очень удобная платформа, где, грубо говоря, там, закидываешь деньги на баланс, и у тебя есть какой-то объем трафика, который можно выкачать. И там довольно дешево все получается вот для этого Сентенелла. Но там картинки в не очень хорошем разрешении. Но, в целом, по-моему, мы там пока обучали какой-то объем данных, там размечались, давали работу. Мы там 300-400 долларов потратили, что-то такое. Но это вот там несколько месяцев плотной работы с ним нашей команды была. Наверное, если, конечно, сильно больше данных размечать, там больше ценники выйдут. Ну, фиг знает. Из того, что я наталкивался еще в... То есть, Сентенелл сразу нужно понимать. У них есть очень классные данные. Вот, условно, там это Москва. Ну, какой-то там запад Москвы. Вот это вот там картинка какая-то последняя, соответственно, чуть ли не сегодняшняя, да? Я не помню, было ли сегодня солнечно. Вот, ну, в общем, сегодня не должно было быть. Может, картинка более старая. А тут они просто сегодняшнее время пишут. Ну, вот это, наверное, паспорт. Вот, ну, в принципе, Сентенелл летает почти каждый день над каждым районом. А, ну, вот 12-го у них паспортно. А, сегодня с... А, ну, 17-то я только наступила, поэтому не знаю. Ладно. А, как раз облачно. А тут вот. Тоже. Ладно, загадки, загадки, загадки. Вот, ну, короче, у них есть очень удобный протокол в питончике, что это все достаточно быстро можно разобрать и распотрошить. Доступ, понятно, с одной стороны платный, а с другой можно вот так вот пощелкать и посмотреть все, что у них есть реально в реальном времени, в хорошем качестве. Там у них есть какие-то автоматические алгоритмы определения, где у них есть облака, где облаков нет. Ну, в целом все это довольно интересно работает. Вот. У них есть, соответственно, разные бенды, в которых они... У них прелесть Сентенелла в том, что там не то 9, не то даже 11 спектров у них разных. Может, там на разных спутниках разное количество. Вот. А тут какие-то базовые... Вот, да, 11 спектральная частота, 12 спектральная частота. Вот. Может, даже там есть у них больше чего-нибудь интересного. Но это все очень прикольно. То есть, реально там видно, когда зацветают какие-нибудь поля. Там мы на Хабре, можете посмотреть, там есть довольно забавная серия статей про Сентенелл. Про то, как... Или одна статья. Короче, как борщевик люди распознают. Вот. Ну, там, правда, они примитивные алгоритмы используются. Довольно там просто по цвету, по сути, на картинке. Но очень прикольно. И Сентенелл, конечно, дает очень много данных. И очень многие проекты, они на базе Сентенелла ставятся. Естественно, Сентенелл не единственные платные снимки, которые находятся. Еще из того, что в интернете есть, в принципе, популярно, это снимки компсата. И у них там какое-то чудовищное разрешение. 40 сантиметров на пиксель, что ли. Ну, вот это вот их примеры. То есть, это вот уровень того, как условно на всяких гуглокартах и прочих все выложено. А то и больше. Вот. Но они, в отличие от Сентенелла, уже так порядочно по карману бьют. Вот тут вот в одном месте я нашел, что у них 12 баксов и за квадратный километр от 25 квадратных километров. А в другом месте я, собственно, для того же район Москвы загрузил, что они предлагают. Ну, это, опять же, может, посредник какой-то. И вот тут картинки так идут с правильным направлением с... Кстати, наверное, 11 декабря было светло, да? Солнечно. Да, 11 декабря, да. Ну, в общем, да, там все... Тут снимки помечены за какое число. Они тут уже идут без облаков. И тут вот оно на карте рисует, какой регион этот снимок сделан. Но, как я понимаю, они продают сразу целым снимком. Тут у них, получается, там 240 квадратных километров. И это, в общем, они уже цену дерут достаточно большую. То есть не знаю, есть ли там у Компсата выгрузка в каких-нибудь более мелких масштабах. Вот. Компсат. Есть, естественно, более... Ну, есть бесплатные снимки. Я сейчас не буду подробно говорить. Вот, по-моему, на этом портале какой-то, видите, государственный, американский. Вот все, что у них тут лежит, оно доступно. Но я, честно говоря, не особо в нем разбирался. Потому что, опять же, ну, скорее на бесплатных снимках можно построить какую-то там тестовую штуку. Либо там что-то такое базовое. Но скорее в реальности нужны вот более-менее регулярные снимки. С регулярностью снимков, как вы понимаете, есть основной затык в том, что для регулярных снимков спутник должен летать достаточно регулярно. Вот, например, для той же Москвы зимой будет всего пару солнечных дней. И, конечно, это регулярность, ну, такое. Но, как я понимаю, очень многие застройщики пользуются такими. Вот сельское хозяйство, то, в чем мы тоже делали одно решение, это очень популярная тематика для таких снимков. Вот. Ну, в целом, по источникам данных, наверное, вот я примерно так, чтобы не растягивать все это видео, это примерно где можно данные достать. Ну, наверное, то есть, есть много других мест. Я просто сейчас как-то так верхнем уровне выдал. Тем, чем пользовались, тем, что я натыкался. Поехали дальше. Про разметку. Разметка таких данных, это зачастую вещь, она может быть сложной, она может быть нетривиальной, потому что она часто привлекает к себе экспертную разметку. И тут, конечно, вот вопрос, насколько нужно быть экспертом в разметке, насколько это во многом определяет, можно ли это, например, на талаке размечать, или это надо размечать там in-house, или нужно привлекать каких-то экспертов к разметке. То есть, когда мы размечали, ну, у нас условно там надо было находить границы всяких сельскохозяйственных объектов, мы без проблем сделали это на талаке, но, надо сказать, это было нетривиально. То есть, мы много сил потратили. Вот. Там много уровней проверки было, там не очень высокое качество местами было, но за счет объема качество усреднилось, и, в принципе, модельки неплохо обучились. Вот. Но, надо сказать, что инструментарий-талаки для такой разметки, конечно, не очень обширный, и есть, безусловно, сильно больше интересных инструментов, которые дают хороший инструментарий, но там уже зачастую нету разметчиков, которые к этому инструменту прилагаются. То есть, если я правильно помню, у Supervisor много хороших инструментов есть, в том числе для такой разметки. В целом, я видел, кто-то размельчает на Севате, такие типы данных, но там, опять же, тоже свою команду надо нагнать. И тут все это может быть нетривиально. То есть, если вам надо там какие-то правильные границы местности корректно распознавать, вот, там, соответственно, там, сопоставлять что-то с картами, это может быть, опять же, нетривиально, там, когда человеку в нескольких плоскостях надо работать. Вот. Поэтому я подозреваю, что очень многие данные в этих задачах, они, может быть, размечаются даже не на каких-то существующих инструментах, а люди пишут свои инструменты под конкретную разметку таких вещей. Но мы такого не делали. Вот. Плюс, очень большой плюс во многом спутниковых данных, что вот как все эти источники данных, они делают пиксельную синхронизацию с картой Земли. Поэтому, если у вас есть неподвижный объект, стабильный в одном месте, вам достаточно это разметить в одном временном участке, после этого вы получаете стабильное положение этого объекта в других условиях, там, условно, со снегом, с, там, другим освещением солнца и т.д. и т.п. И вот вы размечаете в одном месте и получаете это все достаточно стабильную выборку. Очень большой плюс вообще таких задач, что, в принципе, все более-менее по таким картам повторяется. Поэтому сегментационные сеточки учатся очень хорошо. И тут можно, конечно, говорить долго по поводу того, какие методы более оптимальны и какие менее. Наверное, один из самых хороших способов посмотреть, что сейчас в тренде, зайти на какие-нибудь соревнования кагла по, там, распознаванию спутниковых снимков. Почти всегда это будут сегментационные сеточки, и можно посмотреть, что актуально для спутниковых сеточек. Сам я скажу как, что в моем представлении разница между разными сеточками, она во многом будет в несколько пикселей. То есть я помню, когда вот был этот... Мы однажды участвовали... Мы два раза участвовали в кагле. Один раз там даже какой-то сереброй, там, место в двадцатке у нас было. Вот. А второй раз мы забросили на середине и даже до конца не стали. Это был карвана, по-моему, челлендж, где там сегментировать машинки надо было. И мы просто поняли, когда мы поняли, что борьба идет уже за единицы пикселей в маске сегментации, и более-менее у всех там топ-100 решения вот отличается на несколько пикселей по этой маске. Нам стало это как бы не очень интересно. Мы поняли, что для продуктовых задач это не имеет ни малейшего смысла. То есть для продуктовых задач можно взять сетку, ту, которая максимально быстро, максимально просто будет обучаться. А дальше, если нужно повышать точность продуктовые задачи, то все упирается не в сетку, а все упирается в разметку, в структуру задачи, в структуру решения. К чему это я все? Что можно брать топовое решение и тратить на это много сил, а можно взять какую-то базовую сетку инстанс, там, просто сегментация, инстанс, сегментация или еще чего-то и на ее базе делать решение. Вот. И это хороший бейзлайн. То есть, конечно, там, если вы смотрите инстант сегментейшн сетки, лучше всего открыть там этот самый пейперсвиз код, какой-нибудь посмотреть, какие сейчас сеточки в тренде. Скорее всего, я вам сразу скажу, что, скорее всего, это будут трансформеры, на которых вряд ли вы захотите иметь продуктовое решение, которое работает в разумное время. Тот же свин. Вот. Но, в целом, если вы посмотрите чуть ниже, что там имеет какую точность, наверное, вам покажется, что там какой-нибудь маска RCN немножко староват уже, хотя, может, и норм. А взять, например, какую-нибудь сеточку, там, топовую инстант сегментейшн, которая хорошо учится из MMDetection, или какого-нибудь фреймворка с пачками сеточек. Есть еще там какой-то сегментации хорошей на Paytorche, архивчик сеточек. Ну, не суть, я его заранее не открыл, не буду сейчас искать. Это будет достаточно хорошее решение для того, чтобы вам все это дело обыграть. Ну, то есть, взяв вот какую-то базовую сеточку, не очень себе долбая мозг, вы получите 95% точности, которую можно вытащить за счет сеточки. Может, там, даже 99% сегментационной точности. И все дальнейшее улучшение точности скорее вам надо делать, смотря примеры, где все плохо работает, да размечая в этих примерах данные, может быть, делая какие-нибудь искусственные генераторы-синтезаторы этих данных. Вот. Ну, и идя по вот этому вот стандартному лупу данные качества, данные качества. Есть некоторые интересные сеточки, то есть, то, что я говорю, это обычно детекция, анализ объектов и все такое. Но есть другой класс задач, есть разные другие классы задач, которые позволяют достаточно, которые есть вот в этой тематике, а именно распознавание всего по компьютерным, по снимкам со спутников. Вот. И эти классы задач довольно интересны, и в них есть совсем другие подходы и сеточки. Один из классов задач это аналитика состояния там чего-то во времени. Ну, не знаю, сельского хозяйства, строительства, может быть, там, какого-нибудь судоходства, еще чего-нибудь. И для этого, соответственно, используется уже вот тот же Сентинал, он дает достаточно кадры с хорошей периодичностью. И если это солнечные районы Земли, там можно вытащить высокую частотность этих кадров. И там становятся уже интересны всякие сеточки, которые вот анализируют временные ряды и делают какую-то аналитику по таким временным рядам. мы делали такие аналитики всякими эмбеддинг-сеточками, которые там делали некоторые характеристики регионов, вытаскивали и дальше позволяли там, сказать, регионы с похожими характеристиками. Это все достаточно прикольные вещи, но тут я сразу скажу, что нет каких-то специфических решений, и зачастую под каждую конкретную задачку надо думать. И уже думать, а можно ли как? То есть тот же Сентинел, он там очень разреженные данные имеет. В каких-то одних регионах разреженность одна, в других регионах разреженность другая. Соответственно, там где-то в одной сетке не хватает, в одних данных не хватает разрешения. То есть у нас там, например, были какие-то, мы обсуждали подходы, как с одного типа спутников брать там картинки одного качества, с другого типа спутников, другого качества, их гибридизировать, вот для получения более точных вот этих, в том числе временных характеристик. Вот. Поэтому есть вот эти вот задачи аналитики, которые уже немножко становятся не чистым компьютер-виженом, а вот этой вот аналитикой, где очень упираются именно в данные. А еще можно сказать, из примеров такого классического компьютера-вижен, который я видел по таким снимкам, это я видел на конференции NVIDIA, которая весной была, по-моему, прошлой, различные подходы к решению задачи lookalike, то есть там, соответственно, было... Сейчас я попробую показать. там... Так, сейчас... Да, сори, это GTC-шное видео, NVIDIA, по-моему, их, ту конференцию, удалила, или там, короче, надо заново зарегаться, в общем, я не справился, поэтому я показываю свое видео, я на него ссылку дам, я где расскажу. И там, соответственно, ребят тренили... Да, у них у самих, оказывается, сейчас проект open-source, я не знаю, уж они закрылись, не закрылись, тут нет никаких видео и красивых картинок о том, как все это у них устроено. Меня это печалит, я хотел их картинки показать, а этого всего нет. Вот. Да, ну и, короче, там пример, который они показывают, они обучают сетку, которая делает некоторое обучение по кусочкам, то есть кусочки одного и того же это объекта или разного, и дальше, соответственно, там показывают ей структуру облаков какой-то, она ищет похожую структуру облаков, показывает там какой-то канал, она ищет похожий канал. Вот. Ну и в целом, вот такие как раз решения, они помогают и быстрее размечать, и помогают как-то быстрее работать с данными как раз спутниками. В целом, конечно, спутниковых задач сильно больше, чем я сейчас рассказываю. Это я скорее так немножко про методы, которые к ним применяются, но большая часть задач, она так или иначе упирается вот в эти методы. То есть это какая-то сегментация, инстант-сегментация, иногда детекция, хотя детекция тут, мне кажется, работает в целом хуже по таким снимкам, потому что они могут крутиться, объекты там крутятся, а детекция не очень хорошо, когда там 360 надо обучать, похитрее чуть. Окей, да, детекция, сегментация, модель кико-временного анализа, в том числе с компьютер-виженом, ну, тут понятно, надо смотреть в сторону всяких моделек распознавания экшенов, либо, соответственно, выводить, вытаскивать чистые данные и дальше работать с ним. и это вот какие-то модели такие, покажи мне что-то похожее. Вот. И более-менее вся сфера крутится вокруг всего этого дела и вокруг выстроения правильных пайплайнов поверх таких моделек. В моем представлении это достаточно простая, то есть какие-нибудь там задачи с аналитикой уличного движения, они куда сложнее. Но, тем не менее, честно говоря, нам по кайфу было работать, когда такие задачки были. Вот мы там даже думали, ой, они сделают ли свое, там, свой детектор борщевиков, чтобы показать красивую карту, где все борщевики растут в Подмосковье. Потом мы нашли уже аналогичный проект на Хаббре. Он был сделан чуть проще, но, соответственно, было прикольно. Ну, идея уже занята, не делать же это второй раз. Но было прикольно. Вот. Надеюсь, я создал некоторые примерные впечатления, как эта область работает. И если вам будет интересно, дал некоторые точки входа на то, как этим можно заниматься. Спасибо за внимание. Пока.